Здравствуйте! В этом видеоуроке я вам покажу как связать такой чепчик. Я связала два разных размера. Один подойдет до годика, второй до 2-2,5 лет. В первом варианте круг состоит из 7 рядов, а второй вариант из 8. Вязать я буду вот такой пряжей в 100 граммах 500 метров состав. Пряжа тонковата, поэтому вязать я буду в две нити крючком 3,5 миллиметра. Итак, вначале нам нужно связать круг. Делаем первую петлю и затем 4 воздушные петельки. 2, 3, 4. Затем соединяем первую последнюю петельку в круг при помощи соединительного столбика. Далее вяжем 2 воздушные петли подъема и в середину круга 11 столбиков с одним накидом. 1, 2. Продолжаем вязать в круг столбики с накидом. Связали 11 столбиков в круг. 12 столбик у нас из 2 воздушных петель и заканчиваем ряд соединительным столбиком во вторую воздушную петлю. Переходим ко второму ряду. Каждый ряд мы начинаем из 2 воздушных петель подъема и затем в эту же петлю вяжем столбик с одним накидом и далее в каждый столбик предыдущего ряда мы вяжем по 2 столбика с одним накидом. Сюда же второй и в следующую петельку 2 столбика. Итак, по кругу. Итак, во втором ряду мы связали 24 столбика с накидом. Первый столбик из 2 воздушных петель и также как и первый ряд заканчиваем соединительным столбиком во вторую воздушную петлю. Переходим к третьему. 2 воздушные петельки подъема и затем в следующую петлю вяжем 2 столбика с одним накидом. В третьем ряду мы чередуем. В одну петельку вяжем 1 столбик с накидом, в следующую 2. Сюда же второй. Снова 1 столбик и в следующую 2. Продолжаем вязать по кругу. Последний столбик 3 ряда связали 2 столбика с накидом, во вторую воздушную вяжем соединительный столбик и переходим к вязанию 4 ряда. 2 воздушные петельки подъема и затем в следующую петельку вяжем 1 столбик, в следующую вяжем 2 столбика. Сюда же второй. Затем 2 подряд по одному столбику. 1 столбик, в следующую петельку 2. В следующую петельку вяжем 2 столбика. Повторяем. Вяжем 2 столбика по одному в каждую петельку. И в следующий столбик 2 столбика с накидом. Продолжаем. Довязали четвертый ряд, вяжем 5. 2 воздушные петельки подъема и затем в следующую петельку мы вяжем 1 столбик. И в следующую 1 столбик. 3 столбика подряд по одному в каждую петельку. И в следующий столбик вяжем 2 столбика. И затем снова 3 столбика подряд по одному в каждую петельку. 1, 2, 3. И в следующую петельку вяжем 2 столбика. И снова повторяем 3 по одному в каждую петельку и в следующую 2 столбика. И так продолжаем вязать. Пятый ряд готов, вяжем 6. 2 воздушные петли подъема и в этом ряду у нас уже 4 столбика подряд по одному в каждую петельку. 2, 3, 4. И затем в следующую петельку вяжем 2 столбика с 1 накидом. И затем снова 4 столбика по одному в каждую петельку и в следующую петлю 2 столбика с 1 накидом. И продолжаем вязать ряд до конца. Шестой ряд довязали и в седьмом ряду у нас уже будет 5 столбиков с накидом подряд. Так, 2 воздушные петли подъема, это у нас 1 столбик, затем в следующую петельку 2, 3, 4, 5. 5 столбиков по одному в каждую петельку и затем в следующую петельку вяжем 2 столбика с накидом. И снова продолжаем 5 столбиков подряд по одному в каждую петельку и в шестую петлю вяжем 2 столбика с накидом. Продолжаем ряд. Итак, мы связали 7 рядов, здесь нужно примерить к затылочной части, возможно на этом этапе вам можно будет остановиться и перейти к следующей части шапочки. Я буду вязать еще 8 ряд, также 2 воздушные петельки подъема и 6 столбиков подряд. Первый мы уже связали, 2, 3, 4, 5, 6. В следующую петельку вяжем 2 столбика с 1 накидом. Затем повторяем. Я связала 8 рядов, у нас получился вот такой круг, он должен закрывать всю затылочную часть головы. Переходим к вязанию следующей части. Вяжем 1 воздушную петлю и затем в эту же петельку вяжем столбик без накида. Затем мы будем вязать узор, который называется попкорн, состоящий из 4 столбиков с накидом. Делаем накид и в следующую петельку вяжем 4 столбика с 1 накидом. 1, 2, 3, 4. Вытягиваем крючок и вводим крючок в первый столбик. Затем захватываем петлю и протаскиваем ее сквозь первую петельку. Вот мы связали первый попкорн и затем в следующую петельку основания вяжем столбик без накида. Воздушных петель здесь мы не вяжем. Вот у нас получился первый узор. И затем вводим крючок в следующую петельку. Петель мы не пропускаем, каждая петелька у нас задействована. Итак, вот мы вводим крючок в следующую петельку и вяжем 4 столбика с 1 накидом. 2, 3, 4. Немножко вытягиваем петлю, затем вводим крючок в первый столбик, захватываем петельку и протаскиваем ее сквозь первую петлю. И затем в следующую петельку основания вяжем столбик без накида. И вот у нас уже 2. И еще один свяжем вместе. В следующую петельку вяжем 4 столбика с 1 накидом. Вот находим первый столбик. Захватываем петлю и протягиваем ее. И вяжем в следующую петельку основания столбик без накида. И затем вяжем по кругу. Нам нужно измерить полуобхват шеи и именно столько мы не будем довязывать до конца ряда. Ну вот, я связала первый ряд. До конца ряда я не довязывала примерно 8-9 сантиметров. И затем переходим ко второму ряду. Вяжем одну воздушную петлю вязания, поворачиваем. И далее в каждую петельку вяжем столбик без накида. И так вяжем по кругу до конца ряда. В конце ряда в последнюю петельку вяжем столбик без накида. Второй ряд готов. Вязание поворачиваем. Переходим к вязанию третьего ряда. Вначале мы вяжем 2 воздушные петельки подъема. Третий ряд мы будем вязать не как. Первый мы начинаем его не со столбика без накида, а сразу с узора попкорн. И в первую петельку вяжем 3 столбика с одним накидом. Вытягиваем крючок. Вводим крючок во вторую воздушную петельку. Захватываем рабочую петлю и протаскиваем ее сквозь вторую воздушную петлю. Затем в следующую петельку основания вяжем столбик без накида. Далее в следующую петлю вяжем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Вводим крючок в первый столбик. И в следующую петельку основания вяжем столбик без накида. Итак, вот мы видим, что узор у нас располагается в шахматном порядке. Продолжаем вязать ряд до конца. В конце третьего ряда в последнюю петельку связали 4 столбика с накидом. И затем вяжем воздушную петлю вязания и поворачиваем. И четвертый ряд у нас будет состоять из столбиков без накида. В каждую петельку мы вяжем столбик без накида. Так до конца ряда. Четвертый ряд мы заканчиваем столбиком без накида во вторую воздушную петлю. И затем пятый ряд мы будем вязать так же, как вязали первый ряд. Вначале мы вяжем воздушную петлю, вязание поворачиваем. Первый столбик вяжем столбик без накида. А во второй вяжем 4 столбика с одним накидом. Один, два, три, четыре. Вводим крючок в первый столбик. И протаскиваем петлю. В следующую петлю вяжем столбик без накида. Вот у нас узор получается в шахматном порядке. Так мы продолжаем вязать пятый ряд. И затем шестой ряд мы будем вязать так же, как вязали второй. Он у нас состоял из столбиков без накида. Мы связали шестой ряд столбиками без накида. Вот что у нас получилось с лицевой стороны. И затем мы продолжаем вязать шапочку полустолбиками с накидом, поворотными рядами. Итак, вначале мы вяжем две воздушные петельки подъема. Вязание поворачиваем. Первую петельку пропускаем. И начиная со второй петельки в каждый столбик вяжем полустолбик с одним накидом. Так продолжаем вязать поворотными рядами. В конце каждого ряда мы вяжем во вторую воздушную петельку полустолбик с накидом. Нам нужно связать столько, чтобы в конце еще поместились первые шесть рядов. То есть, после чего мы будем вязать снова первый ряд, в котором мы вязали узор попкорн. Я связала только пять рядов. Последний ряд из столбиков без накида я не вязала. И затем обвязываем низ столбиками без накида. Чтобы ряд был ровнее, в уголочках я вязала столбик с накидом. И возле него полустолбики с накидом. После того, как мы низ обвязали столбиками без накида, следующий ряд у нас будет состоять из чередования столбиков с накидом и воздушных петель. Сквозь последний ряд мы продеваем вязанный шнурок или ленточку. Итак, шапочка готова! Спасибо всем за внимание и до встречи на новых видео уроках! Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода